Алексей Жижин живет в этом доме на Большой Нижегородской. Больше полувека. Мужчина рассказывает, в последнее время постоянно приходится что-то ремонтировать. Проблемы появляются одна с другой. После протечки крыши пошел грибок и отвалилась штукатурка. Мне пришлось ее заделать гипсокартоном. В других комнатах я пошел проще. Я заделал пластиковыми панельми, чтобы не видно вот это вот. Трещины в фасаде достигли таких размеров, что весной птицы вьют там свои гнезда. Дом настолько ветхий, что из него выпатают кирпичи. Как раз около подъезда стою и неожиданно падает мне прямо на голову небольшой, средний кирпичик от фундамента кровли. Прямо в голову. Проблем добавляется и в сырую погоду. Все плесень и протечки становятся постоянными. Кровлю в доме меняли в 2016 году, а спустя всего пару лет она снова начала течь. Сейчас жители обеспокоены, кто будет ее чинить, если прошлый подрядчик давно банкрот. В мэрии говорят, что на крышу еще действуют гарантии, а значит ремонту быть. Проведено комиссионное обследование кровли. Действительно установлены дефекты. По информации городского управления ЖКХ, в настоящий момент фондом капитального ремонта готовится дефектная ведомость. Ситуацию с кровлей держат на контроле и в прокуратуре. Сотрудники ведомства совместно с МЧС и Государственной жилищной инспекцией выезжали на осмотр дома. Всеми специалистами осмотрены условия проживания, состояние дома. В настоящее время ими готовятся справки для того, чтобы представить их прокурору города Владимира. Когда все материалы будут собраны, будет дана оценка состоянию данного дома. И исходя из этого будут приняты меры прокурорского реагирования. Хоть дома уже больше 100 лет, и его состояние оставляет желать лучшего, он до сих пор не признан аварийным. Два года назад комиссия не нашла для этого оснований. Но жители могут обратиться с такой инициативой вновь. Показание вот этой муниципальной услуги о признании дома аварийным, подлежащим к сносу, ровно как и жилого помещения аварийным, подлежащим к сносу, носит заявительный характер. И жители снова могут, собственники снова могут заказать себе заключение специализированной организации и вновь обратиться. Но мнение самих жителей о необходимости признания дома аварийным расходится. Многие не готовы переехать из центра города в другой микрорайон. Да и ждать очереди на переселение придется не один год. А вот вопрос с ремонтом кровли нужно решать однозначно, говорят жильцы. Не за горами осень и дожди. Ольга Лефимова, Марина Елькина, Евгений Адамов.